Продолжение следует... 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 Честнейший, порядочный мужик, совершенно мировой был дед, он сам дослужился от чего-то, от нуля, он вышел на пенсию, он был главным инженером авиации военно-морского флота. И действительно, он был атеистом, правда, но в плане того, что по-человечески был, он был очень хороший мужик. И я просто помню, вот и он ушел, да, то есть сперва он ушел на пенсию, потихонечку стал расклеиваться, то есть жизнь смысл всякий потеряла, вот, и в конце концов помер. Дед помер, бабушка померла, вот эту дачу ему построила, не пришлось, но его жалко, да. И периодически, конечно, встречаюсь с очень хорошими людьми, вот, хорошие люди, и пока все хорошо, пока они приходят старость и смерть, все-все хорошо, но они приходят. И этих людей очень жалко, потому что у них ничего нет, они просто вот уходят, и от них ничего не остается. Вот, то есть, да, кончают жизнь на торбище. Совершенно грустная картина. Поэтому, на самом деле, и понятно, что все не умирают, но им от этого не легче. Потому что опять забвение, да, в утробе матери опять родиться там, ну, дай Бог, в человеческом теле, даже в невидиальном ряде. Все равно, пока ребенок родился, в полной томогоне, в полном невежестве, посмотреть, они, конечно, милые, симпатичные, но какого-то понимания нету. Пока маленький, совсем маленький батончик такой, потом подрастает, вроде начинает что-то делать, но все равно разума никакого нету. Потом еще больше подрастает, но разума все равно, потихонечку просыпается, но все равно не работает уже, еще пока. То есть, и до того, как дальше человек сможет что-то начать, что-то думать, вести осмысленность, что они еще там много лет пройдут. Потом юность начинается, где разум бы есть, но оно тоже не очень работает, то есть практически. И вот перспективы-то никакой нет. На самом деле, очень жалко людей. Поэтому должен быть смысл жизни, должна быть решимость, вот такая упорная решимость, что так или иначе, что бы там, как бы то ни было, куда бы у меня судьба, то есть, какие бы обстоятельства судьбы не сложились, у меня есть цель в жизни. Я хочу развить любовь к Богу, я хочу осознать себя, свое подлинное Я. И всегда видеть эту цель, и всякий раз, ну это всегда случается, когда мы от него отклоняемся, вырубивать обратно, вырубивать назад. Спотыкаться, падать, все равно повставаться, отряхиваться, вставаться, отряхиваться и идти дальше. Вот, поэтому нужно, то есть, нужно контролировать свои чувства, и контролировать их можно при помощи метода предназлужения. То есть, первое, про что я вчера говорил, что все начинается с языка. Язык начинается, то есть, с языка, отначально, что мы берем себе за принцип, есть только Кришна Прасад, только пищу, которая предложена для Господа, приготовленная для него. И второе, это говорить о всем, что связано с Кришной. Ну вот, и мы в прошлый раз говорили по поводу того, что, можно тут на этом моменте почесать затылки и подумать, что, ну как же, то есть, ну реально же есть, да, вещи связанные с телом, что-то делать, семья есть там. Ну, есть какие-то другие вещи, которые вроде как с Кришной не связаны, с Богом не связаны. И мы говорили в прошлый раз по поводу того, что все, если у нас есть хотя бы часть времени, мы заняты непосредственно служением Господу, да, то тогда все остальные вещи, они становятся вспомогательными для этого. Например, первый момент, то, что мы говорили про еду, да, то есть еда, она, то есть питание, это, в принципе, вещь, которая вроде для себя. Но если мы сделаем принцип, да, вот, что я буду готовить пищу, блюда вкусные для Господа, и потом буду всех ими кормить, и себя, и своих, и гостей приглашать, и все, тогда смысл есть, да, тогда все остальное, оно к этому подвязывается. То есть, поэтому вся домашняя жизнь, которая строится вокруг милости Господа, вокруг просада, она сразу же, сразу же обретает смысл. Все, все, все остальные вещи, они к этому подвязываются. И смысл жизни, что всех просаду накормить. Потому что у кого-то там муж или дети, или еще кто-то родственники непредный. Все равно можно готовить просадкой, то есть и кормить их просадом. Поэтому, ну, то есть, это будут не просто какие-то мирские отношения, а будет смысл этого. Потому что просад делает чудеса. Вот. То есть, путь к чему-то там, к сердцу кого угодно лежит через желудок. Вот. Через просад. Вторая вещь – это разговоры. Разговоры все, они… Если часть нашей деятельности, да, нашей профессиональной деятельности, или какой-то… Ну, скажем, если вы домохозяйка, то тогда у нее смысл домохозяйской деятельности – это всех просадом кормить. Все равно и всех кормить приходится, по-любому. То есть, и просто так кормить, но это интересно. Ну, и все и так кормят. Мы уже из жизни в жизнь, мы всех кормим чем-то. А вот кормить просадом – это уже духовная деятельность, да. То есть, иметь там свои кастрюльки для Кришны. Даже если там кто-то что-то есть, какую-то гадость еще. Вот. Все равно. То есть, иметь и готовить просад, прилагать его. И кормить просадом. Смысл жизни сразу есть. Ну, не просто вот какой-то. То есть, поэтому об этом можно говорить, можно говорить, как пригласить гостей, можно еще что-то такое. То есть, получается не просто там, так сказать, лясо поточить с гостями, а заговорить им зубы, чтобы накормить просадом. Две большие разницы. Сразу смысл есть во всем. И второе, о чем можно говорить – это все про всякую работу, про всякие дела. Опять, если просто работа ради работы, чтобы деньги зарабатывать, чтобы квартиру купить и все. Это понятно. Но если конкретно работать дополнительно, то есть, ни у кого не вызывается мнение, что нужно работать, чтобы себя поддерживать, чтобы семью содержать. Все нужно. Но часть нашей работы должна быть в том, чтобы конкретно зарабатывать деньги или что-то делать, да, практическое такое, для Господа. И чего для него делать? В общем, в этом мире, то есть, по большому счету, что можно для него делать? Это как-то так или иначе, соответственно, распространению юридического знания, духовного знания. Вот это то, что нужно делать. Он, соответственно, зарабатывает деньги, совершенно конкретно. И идеальный вариант, то есть, когда мы говорим про то, что нужно зарабатывать деньги для Бога, то есть, на что их потратить, это тоже не так просто, но надо думать, на что их потратить. Потому что распространение юридического знания тоже не так просто ему оказывается. Ну, можно, например, купить, выкупить книги, но еще раздать надо, чтобы волосы взяли, чем не возьмут. Ну, как-то все вместе, называется это метод самкиртной, все вместе, сообща, можно и придумать, как это делать. Опять-таки, там, брасаном все кормить, да, например, то есть, что организовать чем-то такое, чтобы развозили брасан от Господа Джаганатки. Ну, всякие варианты могут быть. То есть, Господь дает мозги, чтобы эти мозги использовать. Но Рупака Свами, который является автором «Медитарного представления», он так прикинул, да, на что вот эти деньги зарабатывательные усилия, каким образом должны тратиться. То есть, 50 процентов. Только вот надо правильно понимать. Это у каждого есть свой бюджет. Это не то, что нужно взять и себя урезать, иначе еще нужно больше работать. То есть, понятно, что у всех есть свой бюджет, и если сейчас, конечно, нужно 50 процентов куда-то жертвовать, это будет неправильно. Есть бюджет, он и так есть бюджет уже. То есть, какой есть, такой есть. Просто, то есть, реально про что здесь говорится, про то, что в среднем, да, то есть, Бог дает столько усилий, ну, и даст мозгов, и все разное, чтобы организовать свою профессиональную деятельность так, чтобы в ней шло, половина ее шло на то, чтобы делать что-нибудь такое для Бога, конкретно совершенно. Половину, основную половину из них, половину на себя, половину на семью. Примерно вот так. То есть, да, 25 процентов, 25 процентов сюда. Вот, то есть, опять повторюсь, то есть, это как некое, некое правило, и как правило мы этого не делаем, потому что нам лень работать. Вместо того, чтобы работать, то есть, мы лучше будем там телевизор смотреть, еще что-то такое, но это неправильно. Потому что нужно работать, нужно работать для Господа. То есть, ну, нужно думать, придумывать, ломать мозги, как его возродил. И тогда, вся наша остальная работа, если мы делаем конкретно что-то, вот я точно знаю, да, что вот это вот, ну, например, вот у меня ситуация, да, я провожу, вот я, которую я провожу, я точно знаю, что все деньги с них идут, они для Господа, я не беру себе ни копейки. В этом хитрость, поэтому они работают. То есть, потому что я в этом не принимаю участия никакого. Режим, например, когда я занимаюсь обучением, да, эти деньги тоже идут целиком, они идут на поддержание храма, на Господа Живина. То есть, совершенно конкретно получается, ну, тысяч, сколько? Ну, тысяч сто пятьдесят месяцев. То есть, на это дело идет. Соответственно, деньги, которые идут на меня, это деньги социологической консультации. Они вот идут на поддержание тела, семьи и всего прочего. Вот поэтому, в принципе, эта штука, и реально, конечно, все не так сразу, но вот эти формулы, которые есть, они достаточно объективные. То есть, так мир устроен, можно подумать и организовать свою деятельность так. Конечно, у всех будут разные уровни дохода, понятно, что, ну, все в разной социальной ситуации находятся. Что, чтобы без особых напряжений, и об этом мы будем говорить сегодня еще, значит, где-то вот пятьдесят процентов конкретно шло на какие-то духовно распространительные, духовно-пропагандистские проекты, чтобы люди получали знания о том, что они-то не на кладбище жизнь кончают, о том, что их жизнь может начаться и не с момента кладбища, а гораздо раньше. Прямо сейчас она может начаться, настоящая жизнь. Что они могут быть счастливы и должны быть счастливы. Каждый обязан быть счастлив, просто по определению. А нам домой обязан. Да? Каждый обязан иметь любовь к Богу. Это не то, что там какие-то святые, там, какие-то там сидят в какой-нибудь пустыне еще. Каждый обязан быть святым, он счастлив от этого будет. То есть святой – это не означает, что нужно в пустыню идти. Вот. Или же там на столпе сорок дней стоять. Ничего подобного. То есть вся Бхагогита учит по поводу того, что нужно быть святым, оставаясь здесь и сейчас, оставаясь в том месте, в котором мы находимся. Это наше естественное положение. Вот. А не какое-то там, что-то такое заоблачное. Это как… Поначалу мы думаем, что это какие-то высоты. Это все ступеньки предназлужения, они сродни спорту. Да? Я помню, когда я был маленьким, занимался плаванием еще в первом классе. Я думал, вот, я получил третий юношеский разряд. Это вообще что-то такое. Потом, когда ты подрастаешь, понимаешь, что все эти юношеские разряды – это вообще просто… Это вообще не разряды никакие. Но когда ты маленький… О-о-о, третий, а он уже второй юношеский разряд получил. О-о-о… Понимаешь, что это все фигня. И на самом деле даже потом взрослые разряды, которые… Это тоже фигня по большому счету. То есть первый, второй, третий… Да. То есть все эти вещи можно сравнить с разными ступеньками. Там шрадха, там… Да? То есть потом… Вера… Общение с преданными. Потом там… Баджина… То есть инициация Баджина Крия. Вот. Совершение преданного служения. Вот. На самом деле… Ионатха не влите вот эти вещи. А… Значит… Это… Это как юношеские разряды. То есть это вообще ничего. Вот. Потом начинается что-то более серьезное. Более серьезно начинается Ништха, Пава, Ништха, Ручьи и Асактии. Ништха – это примерно как третий взрослый разряд. То есть… Потому что все первые их… Вот эти все… Их обвиняют в одну категорию шрадха – просто вера. Неустойчивая еще… Вера… То есть… Вроде… Вроде бы нравится, да, но… Уверенности в том, что вот это вот оно и что сил… Каких-то решимостей не хватает. Потом начинается, значит, соответственно… Ништха. Ништха уже… Уже… Уже серьезно люди за что-то принимаются. То есть… Это как третий взрослый разряд. Потом начинается Ручьи. Ручьи – это вкус. Вкус к святому имени. Вкус к преданному служению. Как понимаешь… Блин, это преданное служение. Я делаю что-то так… Сейчас как здорово. И это как второй взрослый разряд. Вот. И… Потом… Начинается… Потом что? Потом… Потом Кришна-сакция приходит. Это как первый взрослый разряд получается. Кришна. Привязанность к Кришне. Когда ты думаешь… Блин, Кришна, как классно. И все. У тебя уже хорошо. То есть… Даже кругом может быть тамагуна. Что-то плохо себя чувствуешь. Но… Когда ты думаешь… О, Харе Кришна – это Радхари Кришна. И… Просто здорово. Вот и все. Просто потому что… Ни почему. Вот просто так. Вот. Это Кришна-сакция. Но это тоже… Это первый взрослый разряд. А потом начина… Вот потом уже это становится… Кандидатом мастера спорта. Это… Это… Пхава называется. Предварительность ступень. Гиббог. А према Гиббога – это уже вроде как мастер спорта. Но… 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 Все знают, что мастер спорта – это тоже еще не все. Потом начинается мастер спорта, там… Там… Международного класса. Там еще что-то такое, да. И, в конце концов, олимпийский чемпион… Но олимпийским чемпионом быть не получится. Потому что олимпийский чемпион у нас один Это сниматель от края Или бессмертный олимпийский чемпион Вот Но так и иначе Вот эти градации, они примерно Так и идут, да, то есть есть Эти юношеские разряды, есть взрослые разряды И вот, потом надо стать Когда-нибудь кандидатом в мастера спорта И в конце концов в мастера спорта И потом, типа, и дальше Вот Я не помню, чему мы говорили, но все равно хорошо То есть Мы говорили по поводу того, что То есть Это все разные ступени Рупа Госвами Описывает эти разные ступени Продвижения По пути назад к Богу И мы видим эту картину И поэтому мы должны решить Двигаться по этому пути, да, что бы ни случилось Мы все равно продвигаемся, где-то еще один шаг Еще один шаг, еще один шаг, причем заметить, что В этих делах нету Откатов, да, то есть мы шаг сделали И назад уже не будет, это не будет как Шаг вперед и два назад Такого не будет Дама, дама, помогите Боре Нет То есть здесь будет шаг вперед, двух назад не будет То есть мы можем застрять, то есть мы можем сделать шаг вперед И там еще на этом шагу застрять и не идти дальше Такое бывает, но назад не будет Кришна говорит об этом Богу и деться То есть на этом пути нету назад, не бывает Поэтому еще один шаг сделаем, еще один шаг, еще один Мы так движемся, может быть медленно, но верно, вперед Поэтому контроль чувств, если контроль чувств, он будет, когда мы заняты, когда у нас есть дело Наше дело продвигаться духовно, совершенно конкретно То есть мы говорили, что мы должны работать, конкретно часть какую-то для Господа Просто конкретно отстроить свое дело так, чтобы там просто эта часть была То есть не за счет экономии того, что есть сейчас А за счет того, что меньше лениться И делать что-то для Господа Вот Теперь во втором стихе, который мы рассматриваем сегодня Говорится про шесть факторов, которые практически замораживают очень сильно Стопорят вот этот вот духовный прогресс, бахтия Они убивают бахтия Бахтия это эмоции, бахтия это наши чувства Бахтия это наша предность, Господь Это то, как мы себя ощущаем И хотя в продвижении его, назад мы не движемся Но, тем не менее, убить бахтия, как чувство, ее можно Мы просто не будем ищать Мы не вставим на каком-то месте, на каком-то точке, каком-то провести На них будем стоять И ничего ощущать не будем, никакой бахтия И говорит, что есть шесть вещей, которые бахтии просто нафиг уничтожают Это серьезно, там все это слово, которые используются Генашити Наше означает, вот сейчас мы только цитировали стих Неха би крама нашести На этой стихе нету погибели, нету разрушения Наше, это корень начинает уничтожать А тут говорится Шатбирбактер винашити Шесть вещей, шесть факторов Ви это усилительная частица Это означает, что То есть Не просто уничтожать, а нафиг уничтожать Вообще Я не знаю, как это произведение Ви означает усилительная частица Просто вот вообще Камень на камень оставляет И стих на сосреде звучит так Шесть факторов, которые очень пагубно сказываются на предназлужении И мы должны их знать Это конкретная практическая рекомендация Это что-то, что мы можем просто сами отлавливать Чем я сейчас занимаюсь Занимаюсь я сейчас этим или не занимаюсь Очень часто у нас возникают вопросы Как мне поступить В данном случае Какое принять решение И вот эти стихии западешабряты Они как раз нам и помогают принимать решения Практические решения в повседневной жизни Что делать, что не делать Самое сложное То есть теория, она всегда хорошо Вот все понятно Но вот Когда до практики доходит То нам нужны какие-то советы Вот это один из таких советов Итак, шесть факторов, которые пагубно сказываются на предназлужении Первое, это отъявра или накапливать больше, чем необходимо Затем дальше Второе, чрезмерные усилия Предлагать чрезмерные усилия Третье, пустые разговоры Разговоры, не связанные с Господом Четвертое, это что там у нас Общение с Неомаграха Это означает не следовать правилам, ограничениям Или же наоборот следовать информальным Дальше, пятое Это общение с мирскими людьми С непреднами И шестое, это жадность Шесть факторов, которые пагубно сказываются И сейчас мы разберем Каждый из них более подробно Первый фактор, который уничтожает Бхакти И тоже не хочет, чтобы бхакти уничтожилось Она такая хорошая Мы с таким трудом, каким-то чудом с ней столкнулись Непонятно И теперь совершать какие-то дурацкие ошибки Вот принимать какие-то дурацкие решения Благодаря которым она затормозится Очень не хочется Атьяхара означает Атьяхара Ахара означает Буквально, говоря, наслаждение чувств То есть питание То есть мы питаем чувства И Ать означает слишком много То есть другими словами Атьяхара переводится Перенаслаждение, скажем так Буквально переедание Но не просто переедание Перенаслаждение Избыток, да То есть слишком много избыток Или же, когда мы слишком много накапливаем чего-то, то есть, когда мы накапливаем чего-то слишком много. Принципом, которым мы должны руководствоваться, это мы должны иметь столько, сколько нужно, и не больше. Кришна говорит в Бхагаваките, что идеальный йог, а мы все йоги. Йоги, ежихи и ежики, да? Вот. Вот маленькие еще подойдут. Бхагти-ёжики. Наратан говорит, надо все нарисовать Бхагти-ёжиков. Кришна говорит, что Бхагти-ёжиком можно быть только если ты свою жизнь в норму вводишь. Не может быть Бхагти-ёжиком тот, кто ест слишком много или слишком мало, спит слишком много или слишком мало и так далее. То есть даже норма какая-то всего этого. И поэтому вот этот принцип не накапливает слишком много всего. То есть, грубо говоря, какая практическая рекомендация. Понятно, что, то есть, ну, скажем, в основном здесь семейные люди, да? Ну и там кто-то дома живет, сам по себе в основном. Понятное дело, что мы зарабатываем деньги, и у нас есть какие-то конкретные планы, на которые нужны конкретные суммы. То есть, если нужны деньги на какие-то конкретные проекты, то это понятно, что они нужны. А на это уже столько-то денег, и на это столько-то нужно. Но если, то есть, возникает вопрос типа того, что они заработали денег еще просто так про запас, ответ – не нужно. То есть не надо накапывать просто так, вот на всякий случай. На самом деле, мы должны быть брахманами. И брахман, шлемы правопады говорили, что брахману, вот словом, сколько денег не давай, у него никогда не будет никаких запасов. Вот на черный день или там, опять, то есть, естественно, должна быть какая-то сумма на черный день, но это все разумные вещи, то есть, в рамках разумного все. Это здравый смысл, поэтому мы себя даже обсуждать не будем. Здесь имеется в виду, каждый за собой отлавливал такую вещь, что на всякий случай, как бы чего, то есть, вдруг чего, да, вот такое, то есть, такое беспокойство возникает, мало ли чего, вот пускай лучше будет. На самом деле, лучше не пускай будет, то есть, потому что это называется уже такой синдром скупца, да, то есть, когда мы что-то храним, оно что-то вот не задействовано ни в чем. То есть, это неправильно. Или же эти средства действительно нам нужны для нашей безопасности, да, то есть, иметь какой-то, я не знаю, какой-нибудь там, запас в виде там, месячных заклад или там, с каких-то там, несколько месячных закладов. Просто, чтобы было. Мало ли чего, потому что есть флуктуация. На самом деле, неплохо иметь запас, ну, одной месячной… маловато, ну, двухмесячный заклад, неплохо. Потому что, чтобы он где-то было и мало ли, ну мало ли чего, там, какие-то там, что-нибудь там сломается, там глобально еще что-то такое. То есть, ну, в рамках одной-двухмесячной зарплаты этот запас точно должен быть. Вот, если никаких других проектов нету. А так, просто накапливают деньги. Чем больше они накапливаются, да, тем больше беспокойся с ними. Вдруг кто-нибудь куда-нибудь украдет. Вдруг еще что-нибудь. Нет, на самом деле, все что угодно может быть. Так, если это, опять-таки, запас порядка одной-двухмесячной зарплаты, ну, украдет, ну, еще заработают. Ну, примерно, примерно, что было, то есть. Ничего такого особого переживания не будет. А если больше, уже начинает жалко душить. Вот, уже беспокойства начинаются лишние. А идея в том, не в том, чтобы от деньгах думать. Идея в том, чтобы от лишнего думать. А так мы будем думать о каких-то других вещах. А если деньги все равно приходят, не означает, что мы их должны не, то есть, не должны их брать. Мы просто их должны тратить для от лишнего. Вот, для себя мы можем потратить сколько можем потратить. Да, вот больше, чем, там, двух килограмм денег, трех, не съешь все равно. Ну, как вот, ну, не съешь. Ну, просто не поместится Ну, в лучшем случае То есть, не влезет больше То есть, потребить Органы чувства не имеют свою пропускную способность Вот Как правопада говорит, что царь может съесть 5-6 чапатий, нищий может съесть 5-6 чапатий, больше не съест Хоть ты как Хоть золотой тарелкой, хоть с чего, а все равно больше не съешь Вот, не получится Поэтому Но правопад говорит, что мы дожим не брахманы То есть, означает, брахман-то разумный человек Который все хочет тратить Для Господа Он говорит, что если брахману принести миллион долларов Вечером, то на утро он опять Пойдет собирать пожертвования Спросит так, у тебя же только что дали миллион долларов Он говорит, а я уже потратил для Кришны Я уже потратил на распространение духовного знания Вот, потому На самом деле, духовное знание ничего не стоит Но, к сожалению, люди То есть, просто так его не примут Если подойти к дяде Васе На улице и сказать, что ты знаешь Что Кришна Бог Что он вот такой-то красивый Что он вообще На фрейте играет Тебя посмотри, как надо Идиот на полного Поэтому Поэтому для того, чтобы Кришну дать Ему нужно запаковать Там есть То есть Предно они фактически работают Как эти упаковочные центры Там В золотую бумажечку Там В серебряную ленточку Там еще какую-нибудь бумажечку То есть Ой, какие ленточки Ой, какие бумажечки И эти бумажечки стоят денег То есть Деньги стоят вот это Недуховное Духовное знание ничего не стоит Как это называется Называется Прибавочная стоимость Вот Есть НДС, да? Налог на добавочную стоимость То есть Вот Денег стоит Вот эти Все 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 Вот эти штуки Да Просто Скажи Давайте просто Будем петь Харе Кришна Так нет же Нужно организовать Какой-нибудь Маха-мега-концерт Чтоб какая-нибудь там Звезда приехала Заплатить ей бешеные деньги Чтобы эта звезда Пела там Пела Харе Кришна Вот Какой-нибудь там Бой Джордж Или Майкл Джексон Нет Майкл Джексон Петь уже ничего не будет Скорее всего Не скоро еще будет Если будет Ну Кто-нибудь То есть Нужно, чтобы круто было Поэтому Поэтому Как правопад Шири Пархупаде Говорили Шири Пархупада Вы же вроде Садху Святой Человек То есть Ездите Живете В каких-то Роскошных Дворцах И ездите На Роц-ройсах Пархупада Говорит Что касается Меня Я бы с удовольствием Рассказывал Бхагава Сидя по дереву Но вы ко мне Не придете Поэтому Поэтому Вот эта Проповедь Она требует денег Проповедь Распространения Ведического знания Просто Менталитет Такой Поэтому Брахман скажет Что А уже ничего нет И я уже все потратил Уже все потратил Вот И На самом деле Интересно Практика показывает Что Что потратить деньги Сложнее Достойно Потратить деньги Сложнее Чем их получить То есть Вот Просто Когда деньги Жертвуют Ты очень ответственно К этому Относишься Понимаешь Что ты не мог Люди Дарят деньги На то Чтобы Что-то хорошее Сделал Чтобы действительно Люди Получили Духовное знание И ты просто Так вот Не можешь Их там Проесть Или еще не веришь Там Потратить на что-нибудь Это очень большая ответственность Это не так просто Оказывается Как сделать так Чтобы 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 Деньги Чтобы эти Лакшми Они Произвели Какое-то изменение В жизни людей Вот Это Такая Такая Непростая Вещь Но достойная Во всяком случае Этим стоит заниматься Окей Таким образом То есть Для себя Больше не нужно Откуда будет Очень много Беспокойств Но Для Господа Чем больше Тем лучше Не проблема Никакая То есть Тоже Должна быть Мера И мы сейчас Про него Проговорим В следующем Пункте Но В общем и целом Сообща Вместе Мы можем Придумать Вот Куда Потратить Деньги На распространение Ледического знания Как потратить Эффективным образом Следующая вещь Это Прояса Прояса Значает Чрезмерное Усилие Это еще Одна вещь Которая Разрушает Бакти Разрушает Предное Служение И Здесь У этой Прояса Есть два Аспекта Опять Я не буду То есть Разные Наши Ачарьи Они там По-разному Это обсуждает Я буду Говорить Про Те Какие-то Моменты Которые Наиболее Применимы Актуальны Для нас Собравшихся Или Слушают Эту Лекцию Или Смотрят Прояс Значает Слишком Большие Усилия То есть В Предыдущем Пункте Мы говорили Что Можно Прилагать Кучу Усилий Неограниченные Усилия Для того Чтобы Делать Что-то Практическое Для Распространения Слава Господа Но Момент Проясы Он накладывает Еще одно Уграничение На это То есть Вот эти Практические усилия Руками Ногами Еще чем-то Технические Вспомогательные Которые стоят Денег Все Их Должен быть В меру Все-таки Должен быть В меру Потому что Когда слишком Много Например Можно Организовать Какой-нибудь Праздник В принципе Можно Снять Кремлевский Дворец Съездов И устроить Какой-нибудь Мега-концерт Заплатить То есть Бешеные деньги Артистам Попросить их Там Пересехали Кришна За деньги Сделать Можно Все Что угодно Практически Все Что хочешь Например Для того Чтобы провести Радхаяту Праздник Кристина Уденха За деньги Проблем Никаких Нет Вообще Плати Там Триста Тысяч За Аренду Не вопрос То есть За деньги Сделать Все Что хочешь Можно Но То есть Количество Усилий Которое На это То есть Угрохается Оно Приведет К тому Что То есть Очень Мы Все-таки Находимся В этом теле И тело Оно Влияет На наше Сознание Поэтому И когда Приходится Перенапрягаться Слишком Много Напряжения То Это Влияет На наше Сознание Мы Забываем Про Господа У нас Возникает Куча Беспокойств И Поэтому И самое Главное Потому что Все Эти Технические Прояс Вначале Вспомогательные Вещи Организационные Вещи Они Занимают Столько Энергии Что У нас Сил Не хватает На то Чтобы С чувством Сказать Пожалуйста Повтори Ходи А это Самое Главное Если Этого Не будет То Все Остальные Вещи Они Ни к чему Сколько Строится Огромных Зданий Гигантское Количество Но Ни в одном Из этих Знаний Не Прославляет Господа Никто Там не Говорит Что Господь Самый Классно Там Никто Не Говорит Поэтому Все Эти Здания По 50 Миллионам Баксов Которые Растут Как Грибы В Москве Везде Где Хочешь Они Куча Они Все Бесполезны И Точно Так же Если Все Наши Усилия Если Свою Жизнь Будет Она Несбалансирована Если Даже Практически Если Это Усилие В плане Зарабатывать Денег Тупо Для Себя Тут Даже И Говорит Нечего То Есть Понятно Что Это Вообще Все 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 То Едет Просто Коту Под хвост Но Даже Если Это Деятельность Связана С Чем То Практическими Делами В Проповеднической Просветительской Деятельности Если Она Вне Баланса Идет Если Там Слишком Много Усилий Прилагается Если Это Какие Неподъемные Проекты То Точно Так Точно Так Самого Главного Не Будет Мы Практично Забудем Мы Не Сможем Квиш Дать Но Это Будет Подготовка 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 А Самого Главного Так И Не Будет Это Будет Много 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 Нулей Без Единички Приди Поэтому Праяться Она Вредна Для Предного Слушания Вот И У Разных Людей Просто Есть Разные Способности Например Да Можно Говорить Про То Что Можно Строить Красивые Храмы Для Господа А Вот Давайте Сделаем Построим Храм Я Не Говорю Про Большой Московский Храм Вообще Всякие Идеи Давайте Что Нибудь Организуем Такое Для Кришны И Надо Всегда Смотреть Каков Есть Ресурс Чтобы Все Это Организовать Потому Что Например Храмы Строят Дело Хорошее Но Как Строили Храмы Все Наши Ачария Как Они Строили Например Храм Гавинджи Мадан Махана Все Эти Храмы Строили Не Сами Гаслами Блиндаву Они Строили Благодаря Их Чистоте Привлекались Люди Которые Были Деньги Какой Нибудь Богатый Купец Куча Деньги Он Берет И Строит Храм Ему Это По Карману Ему Это Посредством Но В то же Время Если Рупа Гаслами Сам Занимался Строительством Храма Занимался Проектированием Еще Чем Таким Но Когда Он Писал И Переводил Ничего Не Получилось Лишь Строили Международные Стройки Ничего Подобного Все Строили По Уму То Был Проект Была Куча Деньги Строили Этот Храм Поэтому Обычно Все Какие-то Грандиозные Проекты Строили Грандиозные Люди Проще То есть Предный Благодаря своей Частоте Может Сделать Предным Кого угодно Может Как раз Сделать Какого-нибудь Царя Предным Потом Царь Строил Храм Или Разворачивал Какой-нибудь Большой Проект Поэтому Это Наша Квалификация Наша Квалификация Это Что Давать людям Кришну Давать Людю Богу А Материальная Квалификация У кого-то Другого Есть Поэтому То есть Как я Все время Говорил Проще Из профессионала Сделать Предным Предным Чем Из предных Делать Профессионалов Часто Предные Не Благодарят Профессиональной Квалификацией И поэтому Делать С ними Какие-то Профессиональные Проекты Просто Одно Огорчение Тому Что Тихий Ужас Получается Ничего Не умеет Харик Лично Умеет Ответ И Именно Этим Нужно Заниматься Потому что Профессионалов В мире Вот Столько Это Как я Помню Давным Давно Мы Много Лет Назад Двадцать Лет Назад Когда Я Помню Я Переводил Даши На Мухараджи И Тогда Молодеж Присоединялась И Я Помню Приходили К нему Тогда Была Мода Жить Вашим Брахмачаев Вот И Я Помню К нему Периодически Гуру Мухараджи Вот Может быть Мне Стать Каким Ученым Или еще Что-то Такое Поступить Куда Я Помню Гуру Мухараджи Говорил так В мире Очень много Хороших Ученов В мире Очень много Хороших Врачей В мире Очень много Хороших Философов Но В мире Очень много Хороших Придоров Поэтому Это Не к тому Что Не нужно Работать Нужно На все Забивать Вот Но Так И Самая Наверное Важная Самая Самая Большая Редкость И ценность Это Бхакти То есть Если мы Просто Хорошие Предны То Тогда Это Самое Эффективное Что такое Может быть Это Как Я не Помню Какая Была История Про Форда Изначального Форда Которого Что-то Такое Что-то Такое Может Кто-то Вспомнит Что-то На него В суд Подали Типа Что-то Он там Делал Но Он был Неграмотный Фактически У него Было Какое-то Незаконченное Даже Школьное Образование И что-то Я не помню В связи с чем В общем На него Подали За это Дело В суд Вот И значит Отвечал На суде И Судья Выносит Прокурор Выносит Не помню В связи с чем Это было К сожалению Забыл И он Говорит Ваша честь Ну Говорит Ну Сами Посмотрите Я Говорит Конечно Может Ничего Не Заканчивал У меня Вот есть Стол И там Ряд Кнопочек Я Нажимаю На одну Кнопочку И ко мне Приходит Профессор Биологии Я Нажимаю На другую Кнопочку И ко мне Приходит Профессор Математики И говорит Что я могу Для вас Сами Посудите В общем Его Отсудили Короче Форда Поэтому На самые Предные Есть квалификация Они могут Дать Кришну И Говорит Что они Бездельники Ничего Не могут Ничего Подобного Другие Не могут Дать Кришну Люди Не называют Бездельников Художников Не называют Бездельниками Правда Потому Что люди Дают Людям Прекрасные Или Музыкантов Тоже Не называют Бездельниками Потому Что Люди Дают Музыку Точно Так Сознание Кришны Это Совершенно Ощутимая Ценность Те Кто Сталкиваются С ней Они Чувствуют Изменения В своей Жизни Они Чувствуют Что Не получаешь Это Ценно Поэтому Это Самая Ценная Штука Это Самая Большая Редкость Ее Нужно Давать И Не Нужно Заниматься Прояс То То Господь Он Сам Реализует Свои Планы Сверхмогучие Нам Ничего Не нужно Ни от Кого Когда Кришна Хочет Кого-то Занять Он Кого-то Обязательно Занял Таким Разом Первые Два Фактора Первое Это От Яхара Не Нужно Слишком Много Для Себя Накапливать И Если Что-то Приходит Излишне Нужно Трать Сразу На Кришну Просто Чем Больше Вы Потратите Тем Больше Еще Придет То Если Будете Себя Столько Держать Столько У вас Останется А Если Будете Щедрыми Людьми Если Будете Сразу Все Эти Избытки Все Будете Классную Вкладывать Не Тратить Не Хорошее Слово Вкладывать Потому Что Это Вложение Реальное То Нужно Мудро Вкладывать Деньги Чтобы Не Пропадали Кришну Деньги То Кришна Будет Давать Еще Больше Просто Их Будет Столько Что Вот Как Пропад Говорил Мои Вади И Персоналисты Они Говорят Что Деньги Это Майя Отодвигают А Пропад Говорит Что Нет Давайте Все Деньги Давайте Несите Все Деньги Я Потрачу И Протрачу И Распространение Слава Господу Вот И Но Проляса Не Нужна То Нужно Жить Так Чтобы У нас Было Время На Свою Шли Пропад И Слушать Лекции Шли Пропад У нас Обязательно Должно Быть На Это Время И На То Чтобы Давать Людям Кришну Непосредственно Давать Ведическое Знание В той Форме В которой Мы Можем Это Сделаться То Праяса Это Пагубная Вещь Не Нужно Зарываться В Менеджменте Не Нужно Зарываться В Последние Делах Ни Проджалпы Это Бесполезные Разговоры Глоб 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 То Есть Пустые Разговоры И Наши Ачалии Они Для Нашего Удобства Выделяют Разные Виды Вот Этой Проджалпы Разговоров Не связанных С Господом На самом На самом Что К чему Приводит Проджалпы То Пустые Разговоры Они Приводят Что Вся Наша Жизнь Становится Очень Банальной У нас Все Выхолощивается Наша Речь Она То есть Мы становимся Совершенно Примитивными Глупыми Какими То есть Вот она Слов Как сказать Ну Фактически Деградируем То есть Мы Просто Опускаемся То есть Проджалпа Она Опускает Нас Вот Хорошие Слова И Есть Разные Виды Проджалпы Первое Это Бесполезные Разговоры Бесполезным Разговором Это Разговоры Ни о чем Да Это Разговоры Там Про Ну Взять Купить Любую Газету Вот Это Пример Разговоров Ни о чем Или же Там Программа Новостей Где-то Кто-то Кого-то Убил Где-то Кто-то Кому-то С кем-то Изменил Где-то Чего-то Вот Все Вот Эти Разговоры Буквально Ни о чем Да Добрая Половина Разговоров О политике Тоже Разговоры Ни о чем Какие-нибудь Ток-шоу Просто Некое Заполнение Времени Времени И пространства Вот это все Разговоры Ни о чем Буквально И это Что-то Это вещи Которые Опускают Опускают Нас Буквально До уровня Вот Это разговоры Еда Сон Секс Самосохранение Вот Вот они все Где-то Кто-то Что-то Покушал А Оттуда Оказывается Нитратов Добавили Еще Что-то Такое То есть Это примерно То о чем Животные Разговаривали То же самое Разговоры Мужчины И женщины Это Разные Версии То есть Секс То же самое То чем Животные Все вещи Связанные Про строительство Про недвижимость Вот Это все Все из категории С категории Сна Потому что Ну Для чего Нужно То есть Скажем Даже для того Чтобы отдыхать Отдыхать можно Не дома Можно отдыхать Где-нибудь Там В кафе Или еще Где-нибудь То есть Или там В каком-то месте Дом нужен Главный Орган Для того Чтобы спать Потому что Спать на улице Не будешь То есть Все остальное То есть Да Это примерно Вариации на тему Где будут спать То есть Зайчик будет спать Там Под лопушком А нам нужен Там 250 метров площади Своей Где-нибудь В коттедже Вот И Следующее Это самосохранение Все эти разговоры Про преступность Про насилие Там Еще что-то Такое Это все Почти все Четыре Аспекта Животной жизни Еда Сон Секс Оборудование С более С разными Вариациями И просто Когда мы Всем этим занимаемся Когда мы Все это читаем Слушаем Смотрим Когда мы Все это обсуждаем Мы просто Опускаемся Сами Мы просто Сами Опускаемся До этого Животного уровня Мы же Не животные Мы же Люди Мы же Люди Зачем Зачем Опускаться На такую Рафинированную Версию Животного И То есть В таком В телесном Абсолютном Сознании Ну Где тут Практично Помню То есть Вот эта Проджанка Она просто Просто Опускает Нас Конкретно И Таким образом Бахтия Это возвышенная Вещь Это возвышенная Сантиметр А вот эти вещи Они просто Опускаются Следующий Вариант Проджанка Это споры И Это Вещь Которая Тоже То есть Споры Всякие Аргументы Сухая Логика Они тоже Орсточают Сердце И Одна Из Этих То есть Не нужно Успускаться В споры Или в дебаты Какие-то Даже на философские Темы Как Например Есть история Про Джилу Госвами Это Один Это Племянником Был Рупа Госвами Автора Этой Этой Книжки Маленькой Рупа Госвами Они все Эти Госвами Вердаван Они все Были Фантастическими Совершенно Эрудитами Они знали По Шесть По Семь Языков И Они Просто Это Было Настолько Они были Все Ходящими Энциклопедиями И Они Были Блисящими Логиками Абсолютно То есть Оставили Все Эти Вещи Всю Эту Логику И Просто Они Писали Эти Бхакти-шастры То есть Это Другая Логика Это Логика Сердца Не Логика Сухая И Однажды Один Логик Уже Классический Пандипил Звали Рупа Нарайяна Рупа Сарасвати Он Пришел И Он Повсюду Вступал Во всякие Философские Дискуссии Везде Всех Побеждал Крутой Госвами Он Сказал Что Давайте Я Вас Победю Да Конечно Нас Победишь То есть Они Подумали Блин Вишел Еще Один Гордец Надо Связываться Да Пради Бога Конечно Нас Так Победишь Он сказал Ну Хорошо Тогда Вы Справку Напишите Что Я Победю Справку Нет Проблем У тебя Сейчас Справку С Печатью Вот Там Написано Лес Фриндауна Что Это Эна Некоммерческая Ассоциация Что Некоммерческая Эна Шесть Госвами Некоммерческая Партнерство Шесть Госвами Со штампом И Подписью Генеральный Директор Руб Госвами Сейчас Я Справку Сразу Сделаю Нет Вопросов Печать С собой Все Здесь Вот Они Выстникан Сделали Справку И он Приезжал Со Справкой У меня Справка Есть Самое Классное Что Справка От Шесть Госвами И Ко Что Я Всех Победил И Джилл Госвами Который Услышал Про Этого Блин И Этот Лох Он Еще Как Он Может Говорить Что Кто Может Победить Моих Дядьев Которые Вообще То есть Они Этим Не Занимаются Просто Потому Что У них Есть Занятие Получше Чем Этим Заниматься В В Дебатировали И В конце Концов Джилл Госвами Он Просто Опозорил Полностью Раз Ты Племянника Не Спол Победить То Что Теб Говорить Про То Что Моих Дядей Отобрал У него Эту Справку Короче Порвал И Выкинул Все Иди Отсюда Он Пришел Крупе Госвами Зазал Что Вот Я Спас В честь Гауди Ивашнавизма Этого Самого А то Какой Нибудь Лох Повсюду С Справкой Говорил Приезжал Нашу Философию Сознания Кришна Когда Рупа Гацанин На него Посмотрел Думал Что Он Доволен Будет Рупа Газа Чтобы Мои Тебе Здесь Не Видели Ты Принял Отреченный Уклад Жизни Для Того Чтобы И Просто Тешишь Свою Гордость Чтобы Вступать В Спор Дебаты С Матхурия Там Жил Целый Год То ли Дупле Дерево То ли Крокодилов Норе И Ничего Не ел Содержал Эскезу Пока В конце Конца Его Рупа Семья Практическая Вещь Дорогие Друзья Не Спорьте Не Тратьте Время На Споры На Самом Деле Споры Они Сами По Себе Ничему Не Приводят Даже Особенно Философские Споры Если Человек Восприимчив Одно Дело Если Он Хочет Понять Но Если У него Ушах Бананы И Говорите Громче У меня Ушах Бананы То У него Ушах Бананы Он Ничего Не Воспримет Поэтому Если У него Ушах Бананы То Что У него Открыт Рот Значит Нужен Рот Просада Все Открыто Туда И Нужно Если Ушах Бананы Значит Шах Бананы Ничего Не Войдет Поэтому Есть Разные Методы Убеждения И Пожалуйста Помните Что Вербальная Коммуникация Не Самая Эффективная Самая Эффективная Это Невербальная Коммуникация Это Личный Пример Будьте Сами Хорошими Сияйте И Люди Они Будут Сиять Человек Сияет Пока Он Открыл Рот Просадай Все Все Сработало Вот В этом Хитрый Механизм Вот То есть Невербальная Коммуникация Люди Эти Очищают Потому Что Смотрите Что Все Все Эти Вещи Все Все Я Рассказывал Как Прошлый раз Рассказывал Как мне Предный Иванов Говорит Что Он Начал С того Что Подарил Своей Воинственно Настроенной Жене Букет Махапрасадных Цветов И Сейчас Они Все Предные Инициированы Не Проблема Потому Что Оно Все Работает Пища Которую Сознание Передается Оно Передается В виде Тонкой Микро Структуры Все Знают Что Вода Обладает Уникальной Структурой Что Подумаешь Оно Как-то Запечатлевается Это Научный Факт Совершенно Это Не то Что Какие-то Эзотерики Придумали Это Действительно Реальность Научный Факт И Точно Так же Все Мы Не контролируем Разные Маленькие Микродвижения Микродвижения Сужаются Покраснелые Например На нашей Коже Сосудики Они расширяются Или сужаются Все эти вещи Конечно Мы можем Их тоже Контролировать Но Как правило Мы этого Не делаем Просто Наше Внутреннее Сстание Передается Через Все Через Это Оно Меняет Физическую Структуру Окружающей Реальности Поэтому Споры Не приводят Особо Не дают Особых Результатов То есть Если Человек Заранее Настроен Чтобы Отставить Свою точку Ледения Доказать Что Он Не прав То У него Настрой Другой Поэтому Споры Или же Дебаты В особенности Если Это споры Совсем Не связаны Не как Спредвольное Служение То они Абсолютно Бесполезны И даже В рамках Споры Обычно Ни к чему Не приводят Будьте умнее Подумайте Каким образом Действовать Методом Невербальной Коммуникации Будет Гораздо Эффективнее Так Дальше Что у нас Сплетни Не нужно Разговаривать О других Перемывать Кости Другим То есть Это Абсолютная Вещь Которая К нам Не имеет Абсолютно Никакого Отношения Это Не поможет Нашему Приношению Ни их Нему Служению И То есть Хорошим Правилом Здесь Является То То есть О других Можно Говорить Представьте Если Человек Сидел Здесь Прядом С вами Да Вот Третий Был И Вот Что Бы В присутствии Его же Сомневайтесь Вообще Ничего Говорить То есть Иногда Конечно Для Когда мы Кого-то Учим Нам нужно Приводить Какие-то Примеры Но То есть Можно Приводить Просто Классические Примеры Священные Писания Еще Откуда То есть Какие-то Такие Всегда Подумайте О том То есть Какие-то Безопасные Примеры То есть Точно Что Касается Каких-то Наших Близких Относитесь Уважительных Людям Вот И Лишний раз Не нужно Обсуждать Других Говорить А он Прав А он Неправ В этом Никого Не хватит Надо Чтобы Наш Ум Он Был Заполнен Мыслями О Позитивном О Своем Приводом Служении Первым Учете Так Дальше Следующее Следующий Вариант Это Склонность Придираться Другим Да То есть Это Сравнивают С омовением Воследной Моче Соответственно Вроде как Омовение Вроде Жидкое Но Насколько Но Цельно Могли Не очистить А Насколько Мы очистимся Огнувшись В ослиной Моче Не знаю То есть Ослиной Мочой Как мы знаем Из джентльменов Удачи Даже Бензин Нехорошо Разбавляют Да А когда Бензин Ослиной Мочой Разбавляют Не жалко То бензин А то Дереть Поэтому Ослиная Моча Это Такая Субстанция Вот И Поэтому Говорится Рагуна Согласами Сравнивает Склонность Придираться Я же Как же Я же Помочь Хочешь Но На самом Деле Что Реально Когда Мы Видим Понятно Что Мы Видим Какие Несовершенства Но Если Наш Ум Привлекается Если Мы На Это Ведемся Если Наш Ум Притягивается Цепляется За Это Реально Это Означает Что Эти Все Эти Жестники Они В Задалили Мы Задалили Они Там Есть Они Гады Изнутри Нас Это Самое Проткают Тихают Щипают И Поэтому Когда Мы Видим Ага Я Себе Искусственно Задавил Нет Правильно Мы Себе Контролируем Естественно Обычно Это Все Нормально Но Значит Соответственно А в нем Он Есть А он Паразит Такой А вот Он Такой Он Секой То есть Нас Начинает Цеплять Во-первых Он Сидит В Нас Самих А во-вторых Есть Позитивная Альтернатива И Как Мы Говорили Что Методом Если Мы Заполним Своё Сознание Чем-то Позитивным Например Не Завистью Другим А Служением Другим Или Принятие Чего-то Как Своего Долга Мы Делаем Это Кришну То есть Не Просто Я Себя Заставляю Очень Хочется То есть Зачем Мы Занимаемся Принадлежением Да Потому Что Хочется В конце Концов Да Часто Там Люди Знакомятся С Благов Гид И Когда Их Родители А почему Это Делают А вот Потому Что Бог Сказал Или Потому Что Священные Писания Написаны Или Потому Что Так Надо Или Потому Что В Храме Так Сказали Или Еще Почему На самом деле Мы Делаем Что То Потому Потому И И Делаем То Что Нравится Да То Мы Идем На Какие Жертвы Мы Отказываемся От Чего Потому Что Нам Нравится Что Другое Нам Нравится Общение С Туретными Нам Нравится Криши Нам Нравится Еще Черт Нравится Нам По Вся Круще Поэтому И Делаем Ради Ради Как Говорится Раса Варджа Рас Пья Сям То Если Мы Пытаемся Искусственно Просто Контролировать Чувство Задавления То Из Этого Ничего Не Получается Но Если Мы Отказываемся От Низшего Ради Высшего То Это Получается Блин Ну И Ради Бога Откажусь Мне Нравится Мне Просто Классно Все Другие Вещи Что Мне Жалко От От Какой Еруды Ради Чего Высшего Просто Более Тонкие Вещи Более Тонкие Какие Вкусы Приходят И так Придираться Другим И Не Нужно Не Нужно Эти Вещи Делать Дальше Что У нас Идет Лож Тоже Вид Проджалко Оскорбление Прегнах Критика И Мирские Разговоры Причем Про мирские Разговоры Здесь Говорится Всякая Излишние Разговоры Про Какая Наука Культура Искусство Просто Они Может быть Нейтральные Какие-то Но Они Не связаны Никак С Богом Ни Прямо Ни Косвенно То есть Все Тоже Те Вещи Которые Все Больше Сталкивают Нас С Материей А У нас Есть Склонность Заражаться Нашим Общением И Чем Больше Мы Общаемся С Материей Тем Больше У нас Будет Вкус Привязан С Материей Тем Больше У нас Даляться Господа И Так Это Разные Виды Проджал Бесполезные Разговоры Споры Дебаты Сплетни Разговоры О других Придирки Ложь Оскорбления О преданных И мирские Разговоры Это те вещи Которые Опускают Нас К сожалению До материального уровня И Это вещи Которые Уничтожают Тонкие Возвышенные Сантименты Дальше Что У нас Идет Дальше Четвертый Фактор Который Пагубно Может Попоем Немножко Давайте Ведем Пятый В качестве Приверыва Ничего Просто Что В мозге Не Перевозки Не Было Окей Приверываю Итак Мы Проговорили Про Три Из Шести Факторов Которые Пагубно Сказываются На предном Служении Другими Словами Уничтожают Его Как Группа Гасанов Говорит Нафиг Уничтожают Да Как Говорит И Из них Первый Это От Япра То есть Накапывать Больше Чем Необходимо То есть Значале Что Сколько Нужно Столько Нужно Все Остальное Если Что-то Приходит Надо Быстрее Тратить На От Дальше Про Яса Про Яса Значает Чрезмерные Усилия Не прилагать Чрезмерных Материальных Усилий Для достижения Каких-то Результатов То есть Нужно Прилагать Усилия Но Они должны Быть завешанными И сбалансированными Не Такими Что Из-за Перегрузки С менеджментом Или физической Работой У нас Не остается Реального Времени Или же Сил Каких-то На Собственно Говоря Чтобы Слушать о Кришном Помнить о Кришном И давать Кришну Другим Они Внешние Вещи И Про Яса То есть Чрезмерные Усилия Пагубные Прилагности Дальше Праджалпа Праджалпа Это пустые Разговоры Разговоры Не связанные С Господом Это разговоры Которые Опускают Нас До Уровня Материи Фактически И Они включали В себя Бесполезные Разговоры Газетки Но Это интернет Это Кудожественная Литература Сюда же То есть Когда нужно Художественную Литературу Ребенку Изучать Чтобы он Мог С людьми Общаться В будущем Говорить С ними На одном Языке То есть Необходимость Но Сама По себе Она Пустая Литература Но Еще Пользоваться Ее Может быть Опять Таки Какая То В детстве Когда мы Изучаем С тем Чтобы Какие Художественные Обороты Речи Чисто Прикладное Общая Культура Общепринятая Культура Дальше Сплетни Разговоры О других Пересуды Дебаты Придельки К другим Ложь Оскорбления Преданных Немерские Разговоры Это все Праджалта Которая Очень пагубно Сказывается На преданных Служения Дальше Ниамаграха Переходим Сюда Ниамаграха Отначает Два Аспекта Ее То есть Ниамы Означает Предписание Утвержение Священное Писание Они делятся на Викторию Это Витхи Или философского И персонального Поиска Там Тоже Свои Правила То есть Где Правила Являются Изучать Веданту То есть Принять Саньясу Какие-то Такие вещи И Соответственно Ни Шетлим Является Отвергать Или же Не Не Заниматься Какой-то Такой Плодотворной Кармической Деятельностью Не Заниматься Никакой Ритуалистикой И так далее То есть Ничем Особенно Не Заниматься И Но Для Пленанного Для него Правилами Является Что нужно Делать Тоже совершать Те действия Которые Приносят Судитворение Господа И Не Делать Тоже Чего Не Делать Того Что Побожает Нас Забытие Кришны По зону Дело Все правила Делятся Для нас На две категории Что нужно Всегда Напомнить Кришну И никогда Не забывать И все Остальное Это Следствие Этого И Реально Мы Вначале Мы говорили Про эти Разряды Сравни Предное Служение Со спортом И Различные Растопеки С Разрядами КМС Мастер Спорта И так Делать И То есть Прогресс Это прогресс Ко этим ступенечкам Мы поднимаемся И В Шриман Бхагаватам Кришна Он определяет Что является Квалификацией Что является Правильным Что является Неправильным Он говорит Что Устойчивость В своем положении Является Квалификацией Является Достоинством В то время Как Отклонение От своего положения Является Пороком Или же Недостатком То есть Другими словами Когда мы находимся На уровне Например Первый уровень Уровень Веры То есть У нас есть Какое-то доверие То Соответственно На этом уровне Нашими правилами Является Во-первых Стоит правиль Этого уровня То есть Мы продолжаем Читать какие-то книги Или слушать Лекции Какие-то И вторая вещь Которая должна Здесь быть То есть Второй момент Это Мы должны Продвигаться дальше То есть Мы должны Начинать Пробовать Совершать действия Относящиеся К следующему уровню То есть Продвигаться дальше Следующий уровень Санкт-классанка Общение с преднами То есть Другими словами Квалификации Для нас Что мы квалифицировали Делать То есть Нашей квалификацией Является Духовный прогресс Поэтому Мы что-то Уже можем делать И можем делать Что-то еще Еще Вдобавок И вдобавок К этому Мы можем Общаться с преднами Приходить И как-то Общаться С ними Знакомиться То есть Это будет Квалификация То, что В наших силах Идет В то время Как Соответственно Деградация Отклонения От своего поведения Это будет Если мы Будем пытаться Ну, например Прежевременно Получить инициацию Или же То есть Пытаться Совершать Какие-нибудь Жуткие Суровые Аскезы Для которых Что-то Что-то Приходит На более Высоком уровне Где вкус Появляется Или же То есть Вниз Отклонения От своего Положения Или же Например Когда просто Мы пытаемся Например Третий уровень Второй Это Сафу Сан А третий Это Бажен и Кри Когда мы Примаем Духовного Учителя Вот если Мы только-только Познакомились И если Мы принимаем Духовного Учителя На первом Уроне Не на третьем И вернее Не на втором Когда уже Третий А на первом То мы Примем Кого-нибудь Мы вообще Ничего Не знаем Абсолютно Ничего Не знаем Мы не знаем Калава Квалификация духовный учитель, мы не знаем, что такое духовный пресс, не знаем, что такое смысл жизни. Поэтому, если мы перепрыгнем через уровень, мы совершим, то есть это будет дискварификация, потому что мы сделаем что-то, что придет к деградации, потому что мы не в состоянии этого сделать, это будут искусственные вещи. И точно так же вниз, да, то есть материализм или же материалистическое образование тоже будет дискварификацией для нас, тоже будет стаскивать нас. Поэтому наш уровень это уровень веры, доверия, и последующий, что мы должны делать, мы должны заниматься этой садху-сангой, общаться с преднами. То есть мы не должны, с одной стороны, пренебрегать теми принципами, которые есть, не должны следовать им чисто формально. То есть формальное следование означает, что когда я застреваю на своем уровне, вот я вот как слушал лекции Турсунова, так и буду слушать лекции Турсунова, и дальше двигаться не буду никуда, потому что это правильно. То есть это некий такой уровень застревания. То есть часто люди, и на каждом из этих ступенечек предное служение, там есть тоже свои варианты застревания. Иногда люди начинают общаться с предами, им нравится тусоваться, приходить туда, просаду, на перу что-нибудь поесть вкусненького, им нравится тусоваться, но они ничего не делают дальше. Следующий ступенький является поиск духовного учителя, и активная практика, то есть это спорт, ну как в спорте, то есть понятно, что это не спорт, в смысле азарта, но идея такая же, как в спорте, тренировки. Поэтому нужна практика, без практики невозможно ничего добиться. Поэтому если мы просто тусуемся с предами, потому что им нравится, как я вот периодически встречаю, когда ремонтом этого храма заниматься, нужно было собирать следственные его на ремонт, я к индусам ходил, и я, помню, я был, пришел как-то в Гурудвару, посмотреть, что у них там делается. В Гурудвару находится, это сикхский храм, находится на, где-то там, на Варшавке, на Северо-Скопольском, не забыли. А это мусульмане? А? Мусульмане. Нет, там сикхи, это не мусульмане. Но тут, мусульмане туда не ходят, туда все ходят, все индусы с юга, потому что там просад бесплатный дают. И я там видел, всех тех, кого я видел, фрамин, динамо, еще вот это периодически, то есть я так смотрю, они просто все тусовщики, они все какие-нибудь такие эзотерические, эти самые министы, они все ходят. Поэтому, нет, это дисквалификация, то есть это означает формальное следование, да, вот, правила вот этого уровня, а не следование дальше. Ведь дальше идет следующий уровень, когда мы начинаем уже совершать баджан и крию, то есть совершать преданное служение, да, следовать каким-то там правилам, ограничениям, то есть следуем садхане строго и все. Но опять, дело, суть не в том, чтобы просто ей следовать этой садхане чисто, то есть как-то механически, а тем, чтобы мы должны дальше развивать в себе духовное знание через служение, через все, чтобы утвердиться в этой вере, чтобы осознать это на самом деле, чтобы делать это уже с полной убежденностью, с пониманием того, до чего ты это делаешь. Не просто тупо следовать правилам, то есть, как большинство, многие религиозные люди, они отправляют какие-то религиозные огляды, только не понимая, до чего они это делают. И часто, то есть здесь у нас, вот, в сознании грижны тоже есть много всяких правил, ограничений, то есть все, любимая книжка стала, книги про упады, не все читают, но книжку икадыши наверняка все уже почитали, вот, потому что там и такой-то икадыши, и сикой-то икадыши, еще какой-то икадыши, и какой-то пост, и еще что-то такое, все это очень важно, вот, в то время как люди 16 углов не повторяют, вот, и если повторяют, то мы все их повторяем через пинь колоду, тем не менее, а это же самое важное, самое главное. Поэтому, тоже вариант, да, с одной стороны, не следовать правилам и предписывая ограничения, взрослые следовать им, не совершая, не понимая их смысл, смысл в том, чтобы продвигаться духовно, чтобы очистить свое сердце и идти дальше, то есть когда мы застреваем на них, да, то есть это томогоны, когда мы на чем-то застреваем, поэтому в этих две вещи, неамаграха, или же не следовать правилам ограничений, или же следовать им, не понимая их смысла, потому что смысл в духовном прогрессе. вот и когда мы следуем этому уровню и не движемся дальше так это четвертый четвертая вещь которая и то и то разрушает прерывное служение в активе следующая вещь это джана санга джана санга означает общение с непрерывными здесь когда говорится про это общение с непрерывными подразумевается в первую очередь понятно что что кругом в основном непрерывные долгая половина здесь подразумевается что что пакумно сказывается на на нашей практи это когда у нас есть вкус когда мы пытаемся уголовноです такой слишком тесное близкое сокровенное общение с непрерывным когда мы раскрываем свои какие-то любви на своего сердца когда когда-то есть такой тесно общение вот эта вещь которая которая которые плохо действуют на предыдущем потому что через такие через такое общение передает нам система ценностей людей. И вот этой системы ценностей нет Кришны, там нету Кришны. Там, где нет Кришны, нет жизни. Но у нас есть, все наши отношения регулируются нашими обязанностями, у нас есть наши семьи, у нас еще есть, и не все там могут быть бледными. Тем не менее, мы можем испытывать и естественно, мы будем испытывать какие-то там теплые чувства, кому-то будем испытывать антипатию, но суть в том, что эти чувства, эти эмоции не должны нас сильно увлекать, мне нужно погружаться на эти чувства, не дать себя его увлечь, потому что через это мы потеряем. Те-то чувства мы получим, но отлично мы потеряем. И как есть один замечательный афоризм Чинахи Пандита, который звучит так, тот, кто применяет вечное на бледное, вечное потеряет, но и бледное, естественно, может потерять тоже. на то, но и бледное. Поэтому это вот разный момент. И Пактинант так пор, например, он описывает разные виды вот этого неблагоприятного общения, которое может быть. и категория людей. Первое – это майавади и атеисты, да, то есть и персоналисты, и атеисты. Это люди, с которыми, интересное общение с которыми… оно на самом деле, как нож в сердце. То есть очень часто их слова, они просто… ощущение просто боли, правда, то, что не знаешь, чего ответить. Поэтому нужно держать почти на дистанцию. Дальше – это люди, придающиеся чувства наслаждения. Вот. Опять-таки, их система ценностей. Очень часто, ну вот, вся эта реклама, все эти фильмы, все, 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 все это… все такое есть. Вот. Дальше, следующая категория – это те, кто питает привязанность к людям, придающим тебе чувства наслаждения. Первые – это те, кто сами наслаждается на полную катушку, перенеселись. А другие – это те, кто привязаны к таким людям. То же самое. Следующая категория – это общение с женщинами для мужчин, с мужчинами для женщин. Соответственно, да, то есть есть семья, там, жена, какие-то проблемы, муж или муж. Но все остальное общение, оно может быть, то есть, естественно, по работе, каким-то делам – это, понятно, не проблема. Но мы сами можем себя отлавливать с какой-то целью, что нас привлекает в данном общении. Если это общение с противоположным полом, просто общение с женщиной, не просто потому что там какие-то дела есть или еще что-то такое, а потому что она женщина, или же общение с мужчиной, потому что она мужчина, то это те вещи, которые вытесняют наши вечные тонкие эмоции, вытесняют более грубыми эмоциями вот этими временными приходящими. Так, общение дальше с религиозными лицемерами, такое тоже бывает, встречается, и общение с глупыми и отвратительными ведущими себя людьми, которые совсем в том углу. Вот эти виды общения, которые палубно сказываются на нашем премьерном служении. Это Джанасанга, это очень серьезная вещь, потому что говорится, в ведах есть такой стих, очень красивый, что человек подобен хрусталу, хрусталу хрусталя, который отражает свойства, качество предметов, которые окружают его. И поэтому нужно общаться со святыми людьми, которые более продвинуты, чем вы, которые любят вас, и которые имеют подобный склад ума, то есть подобное настроение, которые из одной семьи, так сказать. Вот это наставление. Наставление дал кто? Нет. Кто дал наставление? Нет. Давайте, с трех раз, не догадаетесь. Давайте. А, читай его в первый раз, не кайли. Дальше еще. Еще раз цитирую. Человек подобен к кристаллу хрусталя, который отражает свойства предметов, качества предметов, которые находятся вокруг него. Два, неправильно. Поэтому следует общаться со святку, которая более продвинута, чем вы, то есть любит вас и относится к той же семье, что вы. Не, правильно. Хираник и Шипу это сказал. Серьезно. То есть, как ни странно, который цитируется, произнес Хираник и Шипу, великий демон, который все переживал, что его сын, Прохлад, он был преданным. И он попадал в дурное общение, что он общался с кем-то нитем. Потому что, то есть, он хотел, чтобы Прохлада ему, значит, чтобы он стал материалистом, чтобы ему его научили тому, что его папочка, то есть, он является самым главным, самым вообще, самым крутым. А он все почему-то становится преданным Богом. И он стал подозревать, что у него дурное общение, что он с какими-то, с какими-то нитями святыми общается. Он сказал, что нужно общаться со святыми. Вот с такими. То есть, он имел в виду совершенно другие вещи. Но поскольку это написано в ведах, эти слова не имеют оттенок абсолютной истины. Вот, это цитируется. Поэтому это стих «Шейхираник и Шипуру Вача» называется. Вот. Поэтому общение – это очень-очень важная вещь. И последний момент, который есть – это лольям. Лольям – это жадность, переводится как. И есть… Жадность – это понятно. Это когда дайте мне таблеток от жадности и побольше. Это жадность. Вот. То есть, это когда… Понятно, что нам… То есть, есть вот это вот… Сравнение накапывает, что больше. Иногда бывает, что нас просто начинает нести. То есть, лольям переводится как вот… Вот такое, что нас уже несет куда-то. То есть… Ну, или какое-то беспокойство у мака, которое нас вот заставляет там… То есть, нас что-то подталкивать, да. Это не просто… Не просто какая-то привязанность, а нас уже вот тянет, тащит чего-то. Крышу… Вот, да, крышу срывает потихонечку. То есть, когда мы… Вот такой… Такой порыв уже идет, страсть уже такая неостановимая. То есть, вот хочется, 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 хочется. Вот такие желания уже идут. И эти желания могут быть связаны с кем-то, с материальными объектами. Эти желания могут быть связаны с сознанием. То есть, да, там больше и больше разных книжек читать всяких… То есть, чтобы быть умным, ты черт, нахвататься всякой литературной читаться. Вот. Это все… Все вещи, которые очень пагубны. Это эмоция, это эмоция сильная. Это эмоция гуни-страсти. Вот. Которая нас оттеняет, она затмевает вот эти тонкие сентименты в акте. И противоположностью этой материальной лолдьям, или жадности, есть духовная жадность. Здесь у нас появляется жадность слушать о Кришне. Здесь у нас появляется жадность служить. Но это вот… Как она появляется, черт его знает. Она появляется в результате общения. Но… Появляется. Вот. Служить Кришне так же замечательно, как служат ему двувечные спутники Уриндавы. Эти преды называют рагатмикабхаты. То есть, рага означает порыв, атм означает души. Порыв души. То есть, те, кто служит Кришне, очень просто повлиянчить. Просто так. Не знаю, почему. Ну, просто, просто. И в духовном мире его вечные спутники, они все ему так служат. Если у нас появляется жадность, желание… Если бы думали, о, блин, я бы тоже хотел бы, хотел бы слушать так же, как там пастушки, или же там, как там, обитатели Бриндавы, то это очень хорошая жадность. Это та жадность, которая является квалификацией для того, чтобы очень быстро обвести любую Богу. Вот. Откуда она берется? Черт его знает, откуда она берется. Она берется в общении. То есть, механизмы не установлены, вот. Но она берется в общении с теми, у кого она есть. И у нас оно есть, потому что Шрила Прабхупада является таким же. Все его книги, они все равно… Хоть он там и говорит про Бхагал-гитву и про то, что мы не есть это тело, тем не менее… Тем не менее, Шрил в мешке не утаишь, и то, что находится в сердце, все равно оно проступает, все равно выходит на передний план. Поэтому… Поэтому… Уже два комплекта есть, замечательно. Будем думать, будем думать делать, чтобы они были доступны. То есть, даже самые простые лекции… Господа, никогда не ведитесь на слова, что там… Там что-то простое объясняется. Всегда помните, что это абсолютный факт, то, что в основном… То есть, там 60% передается через невербальную коммуникацию, через несловесные вещи, через отношения, с которыми говорится, через то, что человек имеет в виду. Даже не то, что он говорит, а то, что он имеет в виду. Поэтому лекции Прабхупады, даже если это лекции по поводу того, что мы не есть это тело, они… Во-первых, это очень ценная вещь, потому что, к сожалению, мы находимся все очень сильно на телесном уровне. Поэтому лишний раз… То есть, мы никогда не устанем слушать об этом. Никогда мало не будет. Вот. Это всегда очень полезно. Потому что кругом все люди живут в телесных представлениях о жизни, и мы имеем тенденцию тоже туда сосказать, сосказать на тот же уровень. Ну и, помимо всего прочего, Сива Прабхупадом является даже не рогановой бактой, а именно этим рогатмикой бактой. Вот. Да. Из… Вечным спутником крови из духовного мира. Вот. Поэтому это очень классные вещи. Таким образом, в какой-то момент мы у себя, ну, какое-то подобие этой жадности уже найдем, что нам хочется. Вот. Просто так. Когда нельзя, то очень хочется, то можно. Вот. Это, в духовном плане, эта штука применима, по-моему. Вот. Но материальную жадность нужно оставлять, нужно ее охлаждать. И охлаждать опять мы охлаживаем, говоря, практики преданаслужения. Даже, например, бывает, там крышу свозят, или, то есть, какие-то беспокойства куча. Ты приходишь просто прийти на Киртан, да? Вот, например, сегодня был очень большой Киртан, связанный с Павловичем и Махараджем. И что-то я, то ли, вчера устал, еще, какая-то тамагуна в голове полная. Ничего не воспринимается, никакого недуховного вкуса тебе ничего нету. Просто побыл на Киртане, даже вот там час-полтора побыл, смотрю уже, то есть, пойдет ходить лишним, уже хорошо. Просто потому что света не находит. Повторяю. Отмокает все, да? Самое лучшее средство от тамагуна и от Раджеса, это просто себя в принудительный порядок, посвятить в защитение. Пускай засыпать будете, ничего страшного. То есть, иногда просто, ну, надо просто время для этого достаточно выбрать. Я помню, то есть, где-то там ездил, там, в Средней Азии, когда были генеральными сестарем, что-то там эти переезды, усталость очень большая накапливается, да? И куда-то приехал вообще, просто там крышу свозит, засыпается, ужас какой-то. Я помню, я себя усадил и заставил пять часов сидеть читать, вернее, делать вид, что читаешь. Потому что это было, чтение это было назвать сложно, потому что я засыпал через, вот просто на каждом слове засыпал. То есть, я не знаю, сколько я там за эти пять часов прочитал, но через пять часов отпустило. Поэтому нужно просто выбирать время и слушать, то есть, по себя просто погрузить в духовную атмосферу, и оно, поскольку духовный вкус, он сильнее, оно вообще перетянет. Вот, перетянет, если ты раньше стану. Это реальный практический совет, оно работает. Вот. Таким образом, можно избавиться и от жадности, и переселить ее. Вот. Потому что все эти вещи не будут у нас накатывать, если мы живем в материальном мире. Таким образом, вот эти шесть факторов, которые пагубно действуют на духовный прогресс, да? Затем это накапывать больше, чем необходимо, и переедать, или же больше чувственных наслаждений, чем нужно. Затем это чрезмерные усилия, которые пагубно сказываются в нашей духовной практике. Затем это пустые разговоры, не связанные с Господом или с проповедью послания Господа. Затем это пренеближение правилами и ограничениями своего уровня, и формальное следование им, не без того, чтобы продвигаться дальше, чтобы идти на еще одну ступеньку вперед. И затем это общение с непредными, общение с мирскими людьми, всевозможными мирскими людьми. Причем под общением мы называем не то, чтобы вообще ни с кем не разговаривать, а именно такое сокровенное общение. Ну вот, такое со вкусом тоже называется общение. И последняя вещь, которая пагубно сказывается на духовном практике, или же когда свозят крышу по каким-то материальным вещам. То есть жадность. То есть жадность неблагоприятная, и нужно всеми правдами и неправдами, общаясь с теми, у кого эта жадность есть, развивать себе жадность, потому что в службе Кишни так замечательно, как служат его вечные спутники. Вот эти шесть вещей, шагбер, бактерби, нашите. То есть, да, нафиг любви, нашите, нафиг уничтожают. Правильно? Современно. Есть какие-то вопросы? А, да. Вы сказали, что, ну, я просто обобщен, по поводу того, что нельзя проповедливать тем, у кого банановый шаг. Ну, нежелательно, но будет приятно, да? Есть такая ситуация практически совершенно. Девушка ищет. Именно ищет, да? Соответственно, она пришла к вайшнавизме непосредственно. Вот. Ей интересно. Но так как интернет большой, и интернет полнится всеми возможными статьями, вот, она, естественно, нашла и статьи, ну, сами понимаете, да? Такие, то есть, которые характеризуют не самые лучшие стороны вайшнава. И, соответственно, она, ну, ко мне обращается, до этого. То есть, она уже начала вот в этом сознании мухи, да? Уже начала искать везде противоречия, искать какие-то различия. Я, естественно, пока, ну, скажем так, отбивался от этого. То есть, потому что просто, ну, не очень хочется, чтобы она, там, формально к какому-нибудь атеизму из-за этого пришла. И что мне делать? Вот, она сейчас опять, там, нашла ворох статей, потом привела цитаты из Багалагид. Естественно, ответить на эти статьи можно, то есть, ну, разумно, да? Вот. Но все равно должен состояться разговор, и мне нужно будет, фактически, опять вести с ней полемику. Полемику, в которой она будет искать противоречия, а я на эти противоречия буду каким-то образом отвечать. То есть, я считаю, что это те самые бананы в ушах. Скажите, что мне делать, пожалуйста? Вы знаете, вещь какая. Ну, то есть, кто пишет все эти статьи? Вот, если бы она… То есть, это же имперсональный вариант, да? Если бы она этих людей с ним пообщалась, то это ее выбор. Вот она общается с вами и общается с теми, с теми людьми. Вот. Ну, если ее привлекают те люди, ну, значит, они ее привлекают. Что тут? Нет. Ведь, на самом деле, качества человека, они все равно естественны. Потому что нет смысла ее там спорить и еще как-нибудь перебежать. Вот. Просто, ну, угасить ее посаду. Ну, по поводу того, ну, малый… Как это самое? Есть такая поговорка, на заборах еще не то пишут. Да. Вот. То есть, и опять-таки, не нужно слишком много об этом говорить. Потому что вся вот эта вот… Вся вот эта челуха, она… Чем больше о ней говоришь в любом контексте, в позитивном, в негативном, ты просто оскверняешься. То есть, да, вот по-любому. То есть, нравится тебе или не нравится. И правильное поведение, оно описывает в следующей формуле. Мы должны направлять свою любовь и привязанность к Богу. Мы должны дружить с преданными. Мы должны относиться с состраданием снисходительно к невинным людям. И мы должны относиться с безразличием к демоническим проявлениям. Вот к зависти, к завистым. Майтрик, крипов, к ша… Да. То есть… К завистиным людям должны относиться с… Ну вот никак. Никак не комментировать. Ну… Я не знаю. Может быть. Я знаю, что это так. И я знаю, что те люди, которых я очень люблю и которые очень дороги мне… Вот. И если хочешь, я могу тебе познакомить. Пойти, я себе разу. Нет. 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 Просто они говорят другие вещи. Я не знаю. Ну мало ли что там пишут. Просто никак на это не реагировать вообще. И не обсуждать это. Нет смысла никакого. Ну хорошо. Если… Она приходит вот, например, сюда или она приходит на Динамо, в другой, прям неважно. Вот. И у нее вот эти все вопросы накапливаются. Она эти вопросы у меня… Пассивно, в принципе, отвечает. То есть там проблем особых нет. Обычные, стандартные вопросы совершенно. И она уже радостная. Опять там вкусит просаду, послушает лекцию. Вовышевленные уходят. И, видимо, у нее опять начинается что-то. Она… Опять это неправильно… Ну начинается, правильно. Это естественно, поначалу такое всякое есть. То есть все-таки мне продолжать, да? Так же ее немножко какое-то время… Ну да. Да, нормально. Нет проблем. И второй вопрос. Вы сказали, что дисквалификацией является, к примеру, хождение по нескольким граммам. Если я… Ну условно, то есть вы сказали по поводу… Нет, нет, нет. Это… Я этих людей уже вижу, я их вижу 15 лет уже. В препаратном храм. Это не та ситуация. Это смотря для кого квалификация, для кого дисквалификация. Хорошо. Опять же на конкретном примере. У меня есть знакомые здесь. У меня есть знакомые там еще в одном храме. И в третьем храме есть, да? Знакомые. Но я думаю, что в принципе объявлять не надо. Всем понятно, что за этот храм. И по сути своей, я их всех люблю. И хочется посещать, то есть навещать. Ну ради Бога. И так далее. То есть проблем-то нет. Ну я по крайней мере не считаю… Я знаю, что некоторые преданные, в частности считаю, что третий храм, он немножечко там такой вот… Ну не храм. Это какой? На Кисельне? Да. Ну там классные бахты совершенно. Там такой дух… Ну вы не знаете, там дух такой колхозный, бахтовский дух. Такой воинственный. Такий… Нет, совершенно нормально. Конечно, просто я не понял немножечко по поводу… Нет. Я говорю по поводу того, что люди занимаются, тусуются, люди не совершают серьезно, неважно в каком правиле вы совершаете серьезный духовный прогресс. Вы можете тусоваться, ходить туда, ходить сюда и не продвигаться духовно, потому что нужно подниматься на уровень нижней, на уровень устойчивости перед наслужениями. Вот это я хочу говорить. То есть там в какой грамм ходить, ну в какую ходите, это не вопрос. Понятно, понятно, спасибо. Ничего. Гурарти? Лешка, только вам, наверное, 3-4-4-7. Уживы. Окей.